Здравствуйте, дорогие телезрители и, конечно же, мои подписчики на канале YouTube. Я сейчас буду говорить слова страшные, а вы внимательно слушайте. Ну а теперь страшные слова. Бузульники, лобчатки, книфонии, седумы, ну и, конечно, хосты. Да, конечно, вам эти слова знакомы, но для тех, кто вообще в первый раз занимается садом и огородом, особенно цветниками, конечно, названия немножко страшные. И когда нам говорят, у тебя книфония есть, а человек даже не имеет представления, что это такое. Да вот она, красавица, посмотрите, книфонии. Они могут быть вот такого цвета. Вот так они выглядят. Представляете себе? Эти цветущие свечи будут сопровождать вас в течение месяца-полутора, как минимум. Это очень красивый цветок. Посмотрите, что такое седум на альпийской горке. Это шапка цветов. Могут быть белые, розовые, желтые, темно-малиновые, совсем темно-брусничные. Разнообразие огромное. Но ростиком такие. И все это состоит из шапки цветов, причем тоже долго цветущие. Альпийские горки есть естественные места на дачах, в предгорьях, где каменистые выступы такие. Насыпьте туда немножко земли, потому что седумы не терпят вот такой слой плодородной почвы. Им надо, чтобы корни в камушки упирались. И всего вот такой плодородный слой вполне достаточно. На всех горах, когда вы идете в лес, и у вас горная местность, ну это как у нас на правой стороне, там вообще одни седумы растут, они просто по-другому выглядят. Значит, ну такие растения, как лопчатки, всем знакомы. Они бывают и маленькими, и не очень маленькими. И кустарник есть такого же вот вида. Но цветут они потрясающе. А вот эти цветут очень и очень долго. Причем эти растения не требуют от вас особой заботы и внимания. Почему я о них говорю? Потому что хочется красоты. Но времени на это нет. Нельзя стоять над цветком, как над лилией, например. Ее поливать не надо, кормить надо вовремя. Три раза залить. Да господи-то, боже мой, в голову не входит. А георгины, а гладиолусы. Это же все отнимает время. Бузульник, а вот так вы хотите? Цветет в любую погоду, в любое время. Не заламывается, не страдает ни от каких климатических передряг. Ему все равно. Он будет свисти желтыми цветами, создавая эффект солнца на вашей даче. Ну и последние представители, которые я хочу сегодня с вами, хочу вас с ними познакомить, а их с вами, чтобы вы их полюбили, это, конечно, хосты. Тот, кто с ними знаком, он знает, насколько это красиво. Вот здесь хосты сфотографированы, голубая, пожалуйста, да, желто-зеленая, бело-зеленая. Они сфотографированы без цветочной части. У хосты, ну, обычно она высоты сантиметров 25-30, не более. Это набор декоративных красивых листьев от середины шапкой. А в середине этой шапки поднимаются цветоносы. Они могут быть с белыми колокольчиками, с голубыми, с нежно-нежно-голубыми, с темно-синими. Разнообразие великое. Но надо помнить, что эти растения, есть зеленые хосты, а эти растения имеют окрас удивительный, непривычный для глаза. Вот эта белая часть, здесь желтая часть, и здесь голубая, голубой цвет. Говорят о том, что этим растениям особое солнце противопоказано. Да, понимаете, есть такой закон, если у вас домашние цветы имеют какие-то полосы или пятна на листьях, да, желтые, белые, то им надо обеспечить солнце, иначе декоративность листа потеряется. У садовых цветов наоборот, если на них есть подобные пятна, либо полосы, либо окантовки, окоемки, то их надо убрать с солнца, иначе все это превратится в зеленый цвет. Запомнили? Вот у этих красавиц есть одна особенность. Вы видите, что на листьях есть либо полоски, либо пятна, или окантовки, окоемки, либо цвет листа изменен. Но такие цветы с такими же особенностями есть и домашние. Но по закону природы домашние цветы и вот эти садовые цветы, у них разные условия освещения. Если этим надо полутень и тень для того, чтобы сохранить вот эти пятна, полоски, окантовки, окоемки всевозможные, то домашние цветы надо наоборот на солнце выставить, иначе они свою декоративность листьев потеряют. Запоминайте, если у домашних цветов, у домашних, да, это могут быть драцины всевозможные, даже вспоминать не буду, как они называются, полосатые там с пятнами на листьях и так далее, есть пятна и всевозможные полоски, то только солнце, чтобы не потеряли декоративность листьев. А если это у садовых цветов, особенно это хост касается, то, конечно, нужно спрятать их от солнечных лучей, тогда они будут так декоративно красивы. Услышали меня? Молодцы! Я надеюсь, что вы все слышите и внимаете моим добрым советом. На этом до свидания, всего доброго. Всегда ваша тетя Таня. Субтитры подогнал «Симон»!